Всем привет! Здесь я хочу рассказать, как можно попробовать сбросить пароль доступа в BIOS или UEFI, если он находится в энергонезависимой памяти. На примере представленной материнской платы производителя ASUS с сокетом 775. Ранее я показывал несколько способов ресета, правда, на ноутбуке. Среди них можно выделить использование сервисного пароля, программы СМОС ПВД и прошивки непосредственно Windows. Конечно, при условии, если запуску операционной системы или выбору загрузки с носителя информации доступ открыт. К сожалению, указанные варианты, а также банальное извлечение батарейки и использование перемычки не помогли и каждый раз при запуске мамки можно было видеть данную картину. Для решения сложившейся проблемы с официального сайта производителя платы был скачан BIOS. Затем с материнской платой микросхему с BIOS следует извлечь и с помощью программатора записать новую версию. Конечно, на ряде плат микруху придется выпаивать. Также перед прошивкой рекомендую сделать резервную копию старой версии. В данном случае BIOS был записан на аналогичную микрушку, поэтому вынимаю старую и устанавливаю новую. После чего, запускаю материнскую плату, перемкнув соответствующие контакты на F-панели. Далее, согласно представленной информации на экране, нажимаю клавишу F1 и в этот раз удалось зайти в настройки BIOS. Одной важной особенностью большинства материнских плат ASUS является то, что у них MAC-адрес сетевой карты хранится в BIOS и при перепрошивке он слетает. Чтобы это проверить, устанавливаю загрузочную флешку в мамку, запускаю с нее операционную систему Windows 8 и, конечно же, подключаю LAN-кабель. Можно сразу заметить, что на сетевушке индикация отсутствует. Вернувшись к рабочему столу, с сочетанием клавиш Windows Plus R вызываю окно «Выполнить» и, написав Ctrl, нажимаю Enter. В открывшемся окне панели управления перехожу в сеть и интернет, затем в центр управления сетями, где при открытии изменения параметров адаптера можно видеть, что сетевые подключения отсутствуют. Но если перейти в диспетчер устройств, то здесь сетевая карта отображается, правда с ошибкой. Чтобы решить такую проблему, потребуется воспользоваться загрузочной флешкой с операционной системой DOS, на которую нужно закинуть утилиту DMI. Запустившись в накопителе, останется перейти в директорию, где она располагается и прописать представленную команду. На этом у меня все. Желаю всем удачи и спасибо за внимание.